Добрый вечер, друзья! Вот пришло время выкопать остатки морковки. У нас скоро похолодает. На следующей неделе ожидается снег. Ну вот, основную часть мы уже подъели. Вот такая вот морковка уродилась. Всадила я ее уже поздно, наверное, чуть ли не в конце мая, начало июня. Потому что был снегопад у нас в конце мая. Ну, собственно, я за ней никак не ухаживаю. У меня просто на все не хватает труб. Как я ее сажаю? Зимой, долгими вечерами, когда есть время. Купила самую дешевую туалетную бумагу. Нарезаю ее на полоски. Каждую полоску деленную разрезаю на квадратики. Квадратики, которые сантиметра на сантиметр, 0,8 на 0,8. Наливаю в пиалушку чуть-чуть воды. Смачиваю руки, пальцы. И скатываю каждую семечку. Вкладываю в квадратики и скатываю в шарики. Потом все эти шарики скатаны. Складываю в емкость, в компейнер прозрачный. Ставлю его на теплую батарею, чтобы излишняя влага испарилась и шарики были сухими. До весны хранились хорошо. Все. И вот так вот, собственно, я ее сажаю. Ничего потом я не пропалываю, ничего не дергаю. Просто на все это лишнее время и его нет. Если бы еще было две руки и все-таки... Нет, еще 24 часа. Тогда может быть. Ну вот, столько ботвы у меня. Целая кучка. Ботву можно использовать, хоть в приправу. Можно в салат резать. Можно вот такую вот тронутую осенью. Красивую ботву. Вот видите, она с таким фиолетовым, бордовым налетом. Ее можно в букетике на сиене использовать. А также можно просто разложить ее на грядке. И она все перегниет. И все. Вот такие вот дела. Огородные. И все. Спасибо за внимание. Всем мир.